МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В студии Пётр Горохов. Вы смотрите итоговую программу «Седьмой вечер». И прямо сейчас о том, что происходило в течение недели в нашем районе, в Московской области и в стране. В неформальной обстановке прошла встреча главы Одинцовского района Андрея Иванова с представителями ветеранского сообщества. За чашкой чая подведены итоги празднования 70-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Обсуждены новые формы патриотического воспитания. В начале встречи Андрей Иванов сердечно поблагодарил ветеранов за помощь в подготовке к 9 мая. Эти люди внесли неоценимый вклад в проведение праздника. Глава подчеркнул, что за последние полгода все жили как одна большая семья. Ветераны – главные вдохновители. С первой встречи именно эти люди заняли активную позицию, проявили особый дух патриотизма и свое неравнодушное отношение к жизни Одинцовского района. Хочу вам сказать огромные славы благодарности именно за такую позицию. Мы увидели в этом году особый дух патриотизма, особый дух единства, такой вот общенациональной гордости, которая, честно говоря, проявлялась везде. И в наших мероприятиях, и в мероприятиях федерального масштаба. И хотелось бы, что, безусловно, этот дух патриотизма, он передавался от вас. Мне бы хотелось, чтобы и в дальнейшем эта работа, которую вы проводите вместе с нами, в школах и в любых других учреждениях, она сохранилась. Именно патриотизм и воспитание нашего будущего поколения возможен только в таком вот живом контакте ветеранов со школьниками. В первую очередь Андрей Ванов хотел услышать впечатление от праздника. Что понравилось, а что нет, какие есть замечания и предложения на будущее. Ветераны высоко оценили проведенную работу и отметили, что такой массовой подготовки к празднованию 9 мая в Одинцовском районе еще не было. Только 110 тысяч человек приняли участие в акции «Бессмертный полк», участники которой прошли по улице Неделина. Люди несли портреты своих родственников со слезами на глазах. Это говорит о многом. Андрей Ванов также отметил, что юбилей сплотил всех жителей района. Только 3 325 человек стали участниками эстафеты поселений «Салют Победе». Председатель Одинцовского районного отделения Межрегиональной общественной организации инвалидов войны и военной службы России Гавриил Дегтярев сказал, что все мероприятия были продуманными и прошли на высоком уровне. Встречи были адресными. Он добавил, что больше всего ветеранам понравились праздничный салют и вертолетная прогулка в комплексе «Хелиопорт Москва». Участники встречи предложили повторить подобный опыт, а для многих стало новостью о том, что Андрей Ванов сам может управлять вертолетом. Там, где вы летали, на нескольких вертолетах я тоже летаю, только за штурвалом. Поэтому мне очень близки ваши ощущения от взлета, особенно от посадки. Будет желание, я вас отвезу куда хотите. Председатель местной общественной организации Союз ветеранов стратегических ракетчиков Виктор Прокопеня выступил с инициативой собрать наиболее яркие моменты прошедших мероприятий и сделать из них фильм, который можно будет подарить ветеранам, а также демонстрировать в учебных заведениях. Андрей Робертович, еще один есть способ, метод, это использование средств массовой информации для воспитания подрастающего поколения на этих людях, которые сидят здесь и которые, может, отсутствуют здесь. Ну мы тут, вот я вам принес здесь 8 очерков, вот здесь последний очерк о генерал-майоре Линнике, дальше открываем следующий очерк, мы тут найдем Михайлов, генерал-майор, вот Гавриил Михайлович, вот он сидит о нем, и так далее. Вот тут вот эти все люди, на которых надо воспитывать молодежь, на их опыте. В продолжении разговора о патриотическом воспитании участники встречи обсудили возможность переименования в честь известных военных некоторых образовательных учреждений, при этом в каждой школе сделать свою изюминку. Участники чаепития отдельно обсудили работу с маломобильными ветеранами и возможность укрепления роли координационного совета. В завершение встречи ветераны поблагодарили главу района за теплый прием, а глава, в свою очередь, выразил признательность за продуктивную совместную работу. Празднование юбилейного 70-го дня Победы продолжается. Накануне 9 мая в Одинцово завершился масштабный проект эстафета «Салют Победе». Своеобразный итог этого знакового события был подведен поездкой делегации из Одинцовского района в белорусский город Брест. Брестская крепость – один из самых ярких символов Великой Отечественной войны, образец мужества и стойкости советского народа. В дружеском визите участвовали главы поселений, представители районной администрации, школьники, молодежные активисты и общественники. Делегацию сопровождала и моя коллега Анна Макарова. Даже сильный дождь, который зарядил с самого утра субботы, не смог испортить праздничного настроения отправляющейся в Беларусь делегации. Еще издалека, на подходе к платформе, видны флаги наших поселений. Молодежь поет шлягеры военных лет под аккомпанемент лихого баяниста. С первого взгляда довольно сложно друг друга узнать. Гимнастерки, пилотки, галифе – военная форма к лицу всем, без исключения. Некоторые главы особенно удачно вживаются в образ. Под стук колес дорога пролетает незаметно. В 6 часов утра поезд Москва-Брест прибывает на платформу Центрального вокзала. Делегацию встречает теплое весеннее утро и Татьяна Одинцова. Исполняющая обязанности руководителя администрации накануне приехала в город с директорами школ, чтобы все тщательно подготовить к проведению мероприятия. Легкий завтрак, небольшая экскурсия по городу – и вот Одинцовский десант высаживается у мемориального комплекса «Брестская крепость». Здесь началась самая кровопролитная война в современной истории человечества. Построившись в колонну, идем от входа звезда к главному монументу – скульптурному изображению воина и знамени. Несколько сот метров и участники шествия у подножия самого масштабного памятника комплекса. Приветствуем делегацию Одинцовского муниципального района на Белорусской земле у стен Брестской крепости на митинге, приуроченном к празднованию 70-летия победы в Великой Отечественной войне. Слово принимающей стороне. Я нисколько не сомневаюсь, что в эти дни, дни победы, мы еще все-таки все вместе этот праздник великий отмечаем. Это еще раз мы все вместе отдаем дань уважения, признательности тем, кто защищал нашу общую землю. Звучат гимны России и Беларуси. От имени главы района Андрея Иванова Татьяна Одинцова передает директору музея слова благодарности, памятный адрес и символ района – золотого оленя. Мы правильно с вами решили, что мы должны быть здесь. Там, где начались ужасы фашизма, мы сегодня должны отдать дань памяти. Чтобы никогда такого не было, мы их всех должны вспомнить. Проникновенные стихи в исполнении школьников Одинцовского района. Минута молчания и возложение цветов к мемориальной площадке городов-героев Советского Союза. Крепость держалась в течение месяца. Ее защищали солдаты более 30 национальностей Советского Союза. И только 28 июля 1944 года войска Первого Белорусского фронта отвоевали город Брест и Брестскую крепость, таким образом освободив белорусскую землю от немецко-фашистских захватчиков. Достойное завершение эстафеты «Салют Победе». Во время экскурсии по мемориальному комплексу и музею обороны Брестской крепости в горле встает ком. Все здесь говорит о подвиге советских солдат, женщин и детей, которые предпочли умереть, но не сдаться врагу. А вот и самая знаменитая надпись, сделанная штыком одним из защитников Брестской крепости. «Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина». 20 июля 1941 года. Делегация не могла уехать, не посетив еще один символ Белоруссии, знаменитую и неоднократно воспетую в песнях Беловежскую пущу. Это остатки первобытного леса. Между прочим, заповедник считается самым большим во всей Центральной Европе. Здесь растет около 900 видов растений и обитает 250 видов животных и птиц, в том числе очень редких. Зубрам, волкам, рысим, медведям, оленям и другим обитателям пущи вольготно живется в вольерах. День, проведенный в Бресте, подходит к концу. Впереди обратная дорога и снова рабочие будни. Уже на вокзале подводим итоги поездки. Мы выяснили, что все-таки Брестская крепость – это герой, которая первая приняла вот такой удар за весь советский народ фашизма. И мы бы хотели, конечно же, приехать и в Берлин, к Рестагу и посмотреть, а где же наши воины там воевали. Мы хотим привезти наших детей и пусть для них это будет урок мужества. Итоги празднования 70-летия Победы подводились и на традиционном совещании с главами поселений. Впрочем, этот вопрос был лишь одним среди нескольких основных тем повестки. Другими поводами для серьезного разговора стали лицензирование управляющих компаний, благоустройство и сокращение числа муниципальных чиновников. Первый вопрос касался работы управляющих компаний. На 18 мая в Одинцовском районе 26 предприятий получили соответствующие лицензии, а 13 – нет. В связи с этим может возникнуть ряд вопросов, которые необходимо заранее предусмотреть и решить. Хочу подчеркнуть, что очень важная задача – правильно проинформировать и донести до каждого жителя эту информацию о том, что происходит на рынке управляющих компаний, какие компании получили лицензии, какие нет. И о том, что в ходе этой перестановки смена компаний ни один дом в Одинцовском районе не останется без внимания или без обслуживающей организации. По решению местных советов депутатов в поселениях на переходный период назначены временные управляющие компании. В течение трех месяцев должны пройти конкурсы по выбору постоянных УК из числа получивших соответствующую лицензию. Это открытые процедуры, которые мы обязаны выполнить. Приглашаем их к участию все лицензированные компании, которые могут работать на территории субъекта, в частности, в Подмосковье. Поэтому эти конкурсы уже вовсю нужно объявлять, готовить техническую документацию и в течение трех месяцев эти конкурсы провести. Уточнить название своей временной управляющей компании можно в администрации поселения. Это позволит избежать возможных трудностей с внесением коммунальных платежей. Другая важная тема – благоустройство. Поручения по разработке схем уборки и санитарной очистки территорий были даны поселениям еще в начале года. Но до сих пор не все его исполнили. Для чего это делается? Это ваш рабочий инструмент. Для того, чтобы мы с 1 июня могли, опираясь на эту схему, и не только вы, но и все другие контролирующие органы, инициативно-техническая инспекция, объезды по линии министерства ЖКХ, по линии зампреда правительства Дмитрия Ивановича Пестова, которые тоже будут этим заниматься, могли четко обозначить всем контролирующим органам, чья здесь зона ответственности. Андрей Иванов напомнил, что за несанкционированный сброс мусора и некачественную уборку предусмотрены серьезные штрафы. Для юридических лиц они доходят до 500 тысяч рублей. Еще одним актуальным вопросом, рассмотренным на совещании, стала численность муниципальных чиновников. Сегодня Подмосковье по этому показателю занимает в России лишь 29 место. В районе в ближайшие месяцы численность муниципальных чиновников планируется сократить более чем в два раза, с 1200 до 520 единиц. Среди других тем, обсуждавшихся на совещании, были итоги празднования 70-летия Победы и организация в районе летнего детского отдыха. Глава района Андрей Иванов провел плановую инспекцию строящихся спортивных объектов. Универсального стадиона в Горках-2 и физкультурно-оздоровительного комплекса в Одинцово. Строительство ведется за бюджетные деньги и жестко контролируется властями. На двух социально значимых объектах сложились две противоположные ситуации. Последний раз наша съемочная группа была в Горках-2 в декабре прошлого года, когда здесь только начиналось строительство. Сегодня уже можно оценить масштаб проделанной работы. Реконструкция стадиона идет с опережением графика на несколько месяцев. Подрядчик быстро и качественно выполняет работу. Открытие этого важного спортивного объекта запланировано на конец августа. На день поселения здесь пройдет первый футбольный матч. Вы планируете какую-то детскую школу здесь размещать? Безусловно, да. Мы хотим здесь начальную футбольную школу до подросткового возраста. До того момента, будем выращивать футболистов, до тех пор, пока им не будет интересоваться серьезный клуб. На площадке перед стадионом также планируется устраивать сезонные ярмарки низких центров. Глава района уверен, что совсем скоро стадион станет важнейшей точкой роста для горского поселения и главным объектом протяжения для его жителей. Это ультрасовременный стадион. На нем можно будет играть как в хоккей, так и в футбол. Причем сам стадион соответствует всем европейским стандартам. А еще здесь можно будет заниматься и другими видами спорта, а также проводить различные культурные мероприятия, фестивали, концерты, праздники. Под стадионом расположился паркинг. Почти на 180 машин и мест. Жители близлежащих домов и не только смогут пользоваться автостоянкой за приемлемые деньги. Вторая точка сегодняшней инспекции находится в Одинцово, на улице Говорова, 10. Здесь наоборот, работы ведутся с существенным отставанием от графика. Уже почти месяц, как физкультурно-оздоровительный комплекс должен быть сдан. Но по вине подрядной организации строительство затянулось. Андрей Иванов считает недопустимым срыв графиков строительства социальных объектов. Тем более тех, которые являются частью губернаторской программы «Наша Подмосковья». И на две трети финансируются из бюджета Московской области. Всячески будем стимулировать подрядную организацию выполнить свои обязательства в уже измененный срок 30 июля. Этот фок будет приспособлен для волейбола, баскетбола. Здесь есть зал для единоборств. Здесь можно играть в мини-футбол и так далее. Очень оптимально спроектированное сооружение для различных видов спорта. И это учреждение, конечно, ждут наши жители. Чтобы обратить внимание, фитнес-центры, фитнес-залы открываются как грибы. А вот таких социально направленных, бесплатных, муниципальных услуг у нас, конечно, в городе Одинцово, в Одинцовском районе недостаточно. Очень важно, чтобы объект был достроен и открыт в самое ближайшее время. Глава обещал принять все необходимые для этого меры и лично держать ситуацию под контролем. День земли – именно так называются различные мероприятия, которые проводятся с целью привлечения внимания людей к проблеме загрязнения окружающей среды. Эта гражданская инициатива объединяет разных людей, множество групп и организаций. День земли отмечают во всем мире, как правило, весной. День земли отмечают в Одинцовском районе уже 21 год подряд. В преддверии праздника администрация Одинцовского района и Управление образования проводят конкурс на лучшие экологические проекты. Организуются конференции и различные викторины. Каждый год почти по 2000 детей участвуют в конкурсах, посвященных празднику День земли. Ребята с большой душой делают работы, проекты по экологическому воспитанию. Очень много интересных, очень много звездочек в этом направлении. Мы надеемся, что эти дети вырастут настоящими любителями природы, экологами, будут беречь свою землю для будущих поколений. В этом году основной темой конкурса стал свет. Именно ему были посвящены большинство конференций, викторин и творческих проектов. Важнее все-таки для нас с вами тот свет, который в душе и в сердце у каждого из вас. Ведь раз вы здесь, значит вы неравнодушные люди уже сегодня. Значит вас беспокоит будущее планеты, огромной голубой планеты, на которой все мы с вами живем. Конкурс состоял из пяти этапов. На каждом из них школы набирают баллы. Чем больше участников, тем больше баллов. Призовых мест достаточно. Плеер, магнитофон и другие ценные подарки вручили как руководству школ за лучшую организацию, так и ученикам за самые лучшие проекты. Я участвовала в экологической викторине от школы и заняла третье место. Мне подарили магнитолу за это. В этом году больше всего баллов набрала Захаровская школа. Но основные поздравления принимала главная героиня праздника – наша с вами планета. У каждого человека ведь есть день рождения. Но вот я думаю, что день Земли – это день рождения Земли. Я думала, что день Земли – это праздник всех жителей нашей великой планеты, всех стран. И поэтому я думаю, сейчас везде празднуют этот день. То есть везде яркие огни, яркие моменты. Так что мне очень нравится этот день. Он веселый и всегда классный. Грандиозный концерт, который прошел в Одинцовском волейбольном центре, стал финальной частью праздника «День Земли». Основная тема была представлена незабываемым световым шоу. День Земли отмечать легко. Нужно только любить и беречь нашу хрупкую планету. На территории нашего района впервые в Московской области прошел спортивно-туристический праздник для детей из подмосковных детских домов. Лагерь участников расположился между железнодорожными станциями «Ромашково» и «Раздоры». Организаторами мероприятия стали благотворительный фонд социальных программ «Исток», который возглавляет супруга губернатора Подмосковья Екатерина Багдасарова и Министерство образования региона. Тур «Слёт» посвящен знаменательной дате празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне и поэтому называется «Внуки Победы». В нем приняли участие 100 детей из 10 подмосковных детских домов. Среди почетных гостей – министр образования Московской области Марина Захарова. Я хочу поприветствовать вас от имени губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева, правительства Московской области. Вы должны быть достойными памяти тех, кто воевал, памяти тех, кто победил. И самое главное, ваша задача – помнить, гордиться и быть достойными. После линейки и небольшой игровой разминки участников «Слёта» поприветствовала президент благотворительного фонда «Исток» Екатерина Багдасарова. Я приветствую всех ребят здесь, приветствую наших гостей. Я очень рада, что мы все здесь собрались. Прошло 70 лет с тех пор, как наши войска одержали победу над фашистской Германией. Бок о бок они сражались за наше будущее, за наш мир. И сегодня у вас есть возможность проявить свой боевой дух. После того, как команды представили себя и свои лозунги, началась увлекательная игра под названием «Команда формирования». Участникам предстояло пройти несколько испытаний. Среди них – равновесие, мост, китайская стена, законы гравитации. Жюри выставляло командам оценки по пятибальной шкале. Состязания проходили в лесной зоне. На поляне оборудовали специальную полосу препятствий и заранее провели дезинфекцию от насекомых. Все два дня лагерь находился под наблюдением сотрудников МВД и МЧС. 2 апреля, когда праздновался Международный день детской книги, то благотворительный фонд «Исток» находился с визитом в Салтыковском детском доме. И во время общения с воспитанником этого детского дома они высказали пожелание о том, что, конечно, у них много различных конкурсов, векторин происходит, но они бы хотели, чтобы их было еще больше, чтобы они были разнообразные, рассказали о своих увлечениях, о том, какими видами спорта они занимаются и где бы еще они хотели себя проявить. И благодаря инициативе благотворительного фонда «Исток» родилась такая идея провести для всех воспитанников и государственных, и муниципальных детских домов на территории Московской области туристический слет. Ребята с удовольствием знакомились друг с другом и наслаждались активным отдыхом на природе. Демонстрировали ловкость и силу на полосе препятствий, преодолевали труднопроходимые участки леса, используя веревочные переправы с поэтическими названиями «Бабочка» и «Тибетский мост». Особенно ребятам понравилось устанавливать двухместную палатку. Это еще один конкурс. Оценивалась не только скорость, но и качество работы. Внуки Победы настолько были увлечены играми, что эмоции били через край. Очень круто, очень весело. Мы этого момента очень сильно ждали. Китайская стена. Девочки слаженно кидали мяч, и мы должны были поймать. Это все делалось участием команды. Удалось? Да. Каждая команда стремилась показать лучший результат. Все ребята без исключения получили памятные подарки. Организаторы турслета очень надеются, что туристический праздник станет традиционным, а инициатива по его проведению будет исходить в первую очередь от самих детей. Продолжит выпуск подборка наиболее важных региональных новостей. Как сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья, около 1 миллиарда рублей составила господдержка аграриев региона с начала года. Выплаты субсидий проходят в плановом режиме и в соответствии с утвержденным порядком. Очень важно, насколько своевременно доводятся бюджетные средства до конечных получателей, поскольку от этого во многом зависит эффективность их использования. По сравнению с предыдущими годами, бюджетные средства направили на два месяца раньше, что позволило своевременно и качественно подготовиться к проведению весенних полевых работ. Как сообщает пресс-служба зампреда правительства региона Дмитрия Пестова, в этом году пожарную безопасность в области обеспечивают более 82 тысяч человек. Кроме этого, в рамках противопожарного обустройства лесов в ближайшее время планируется установить около 1 тысячи шлагбаумов и более 3 тысяч билбордов с социальной рекламой о сохранении леса. Ранее в лесах Подмосковья уже было размещено 50 камер для видеомониторинга лесных пожаров и пилотные образцы фотоловушек для нарушителей лесного законодательства. Ограничение на ремонт региональных дорог в выходные и праздничные дни введено в Подмосковье с середины мая по сентябрь, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления дорожного хозяйства Московской области. Это связано с увеличением транспортных потоков в период дачного сезона. Работы нельзя будет проводить в пятницу, воскресенье и последние праздничные дни после двух часов дня. В понедельник, субботу и первый праздничный день до двух часов после полудня. Почти 5 тысяч организаций и 3 тысячи индивидуальных предпринимателей зарегистрировались в Подмосковье за первый квартал 2015 года. Об этом сообщает пресс-служба управления Федеральной налоговой службы области. На расширенном заседании коллегии ведомства отмечено, что несмотря на непростую экономическую ситуацию, продолжается рост числа вновь создаваемых фирм и регистрации индивидуальных предпринимателей. Скутеры и мопеды в Подмосковье будут забирать на штрафстоянке в случае нарушения их владельцами правил дорожного движения. Соответствующие поправки внесены в профильный закон Московской области. Теперь скутеры и мопеды приравниваются к остальным транспортным средствам, а их владельцам также нужно жестко придерживаться существующих норм ПДД. Ну а теперь к новостям столицы нашего района. Конкурс соревнования по спортивному запоминанию мозговитки прошел в Одинцовском центре эстетического воспитания. В нем приняли участие порядка 30 учеников из 4 школ Одинцовского района. Соревнование состояло из нескольких этапов и финального тура. Конкурс проводил педагог дополнительного образования АЦФ Камиль Минатулаев, который сам обладает уникальной памятью. Не каждый может запомнить номер мобильного телефона с первого раза. Но это всего лишь 11 цифр. А вот некоторые участники конкурса по спортивному запоминанию могут на память воспроизвести до 400 цифр. Таким сверхспособностям школьников обучает человек, уже известный в Одинцову своей феноменальной памятью, Камиль Минатулаев. Ему достаточно несколько секунд посмотреть на многозначный ряд цифр или слов, чтобы воспроизвести их с точностью до запятой или буквы. Камиль признался, что его память – это вовсе не врожденный талант, а результат многолетних тренировок. Своей уникальной методикой он делится со школьниками, а по завершении курса проводятся спортивные соревнования по запоминанию. Почему спортивные? А потому что мозговую массу тоже можно накачать. Те достижения, которые ребята через месяц-другой достигают, вполне достаточно для обычной жизни и той сложности учебной программы, которая у нас в школах. Все остальное превышает эти необходимости. Поэтому это уже спорт. Потому что это те уровни, которые затрагивают сверхспособности человека. Точно так же, как в беге, плавании. Мозг – это же тоже как орган человека. Его тоже нужно тренировать. Ну, как бы спорт для мозгов. Нормативы для конкурсантов разные. Для тех, кто хочет получить третий разряд, нужно за определенное время запомнить 30 слов, 30 цифр и 30 образов. Тем, кто борется за второй разряд, нужно запомнить в два раза больше. А вот желающим получить первый разряд, нужно запомнить множество дат на тему Великой Отечественной. Матрицу 400 – это комбинация из 100 чисел. И постараться воспроизвести максимальное количество цифр из бесконечного числа Пи. И это только один из этапов конкурса. Также оценивается мелкая моторика участников. В рамках соревнований участники сражались и в брейн-дуэли, где специальное устройство помогает определить, у кого же самая высокая активность мозга. Интересно, о чем думают конкурсанты в это время? Надо расслабиться и думать о том, чтобы победить, чтобы толкать вот эту штуку к сопернику. Главное – думать как можно усерднее. А чтобы спортсмены не получили перенапряжение, студия акробатического рок-н-ролла «Высота» организовала для участников танцевальную перемену. Такой группе поддержки могли бы завидовать даже именитые футбольные клубы. Так как участники были разделены по возрастным группам и разрядам, победителей было несколько. Наши призеры показали следующие результаты. Карузин Даниил – 320 цифр. Лаврининка Александр – 203 цифры. Горовой Владимир – 359 цифр. У конкурсантов есть свои секреты хорошей памяти. Они зачастую помогают ребятам и в обыденной жизни. Я сначала не знала ни одного номера родителей. А один раз пошла положить деньги и запомнила его. Просто потому что я историю взяла, как нас на занятиях учили. У каждой цифры по три образа. То есть цифра один – это какой-то образ? Это ресничка, комар и гвоздик. А двойка – это лебедь, вешалка и голова-плечо. Я начал запоминать быстрее стихи. Например, в школе учим всякие стихотворения. Обычно в это уходил, например, день, а теперь, ну, может, там, за полчаса. Именно образы и ассоциации, а не заучивание из Убрёшка – лучшие помощники в запоминании. Практически все, кто ходит на занятиях к Амилю, улучшили свои результаты в учёбе и теперь без проблем могут запоминать даже самый длинный номер телефона. 22 мая Русская Православная Церковь чтит память святителя Николая Чудотворца. В этот день, в 1087 году, состоялось перенесение мощей святого из Мерликийских в итальянский город Бари. Николай Мерликийский Чудотворец считается покровителем путешествующих. Последние несколько лет сотрудники Одинцовского отдела ГИБДД принимают участие в молебне святителю Николаю, который совершается в Георгиевском соборе. Уже не первый год сотрудники Одинцовского отдела ГИБДД и 10-го батальона 1-го спецполка ДПС Северный принимают участие в молебне архиепископу Мерликийскому Николаю Чудотворцу. 22 мая Русской Православной Церковью отмечается перенесение мощей святителя из Мерликийских в итальянский город Бари, где они покоятся и ныне. Именно к нему, святому угоднику и утешителю обращают свои молитвы путешественники и мореплаватели. Николай Угодник – один из самых почитаемых во всем мире святых. Считается, что по его молитвам перед Богом совершается скорейшая помощь. У нас в городе два престольных праздника и у нас в соборе один из престолов посвящен святителю Николаю и в Гребницком храме также один из престолов посвящен святителю Николаю. И он, конечно же, стяжал всенародную любовь за свою скорую помощь во всех обстоятельствах нашей жизни. Неудивительно, что в День памяти Николая Чудотворца среди участников молебна представители профессии, стоящие на страже безопасности дорожного движения. Так организовано сотрудники ГИБДД бывают в Георгиевском соборе два раза в год. Осенью – в День памяти жертв ДТП и весной – обращаясь к заступнику и помощнику Николаю Чудотворцу. Всегда нам очень радостно, когда они приходят, видеть их в парадной форме, радостных, с просветленными лицами. И мы понимаем, что они действительно стоят на страже нашего мира, покоя, уюта. Конечно, хочется им пожелать, чтобы у них было хорошо на душе, чтобы они свой труд, свою службу несли именно во славу нашего народа, во славу нашей Родины. Вместе с сотрудниками ГИБДД участие в молебне принимают и представители Всероссийского общества автомобилистов. Клирик Георгиевского собора протеерей Владислав Гусар совершает окропление святой водой, а затем обращается к собравшимся с пастерским словом Освятителя Николая. Это ценные мероприятия, потому что не всегда получается в храм сходить, а мы же все христиане, мы просто должны ходить в храм. И вот такие вот дни очень многие сотрудники хотят пойти именно в этот день, попросить помощи у святителя Николая. Сейчас как раз началось оперативно-профилактическое мероприятие «Внимание, дети!». Впереди у нас День защиты детей, мы тоже к этому дню очень готовимся. И вот в преддверии, конечно, всех каникул мы обращаемся ко всем прихожанам. Будьте взаимовежливы на дорогах, уважайте друг друга. От нас, от взрослых, зависит безопасность детей. Напоследок подарок от блюстителей «Порядка на дорогах». Старший госинспектор ОГИБДД Межмуниципального управления МВД России Одинцовская майор полиции Евгения Воронина передает книги о дорожной безопасности воспитанникам Воскресной школы собора. Ответный подарок для полицейских подготовила и благочиния. День памяти Николая Чудотворца предваряет череду отпусков и летних каникул. Это самая напряженная пора для инспекторов безопасности дорожного движения. В совместный молебен еще одно напоминание для автолюбителей и пешеходов о необходимости соблюдения правил безопасности дорожного движения и об уважении на дорогах. Каждой весной для учеников 9-х и 10-х классов в Одинцовской гимназии номер 7 проводится бал. В этом году его посвятили цветам. В танцах, костюмах, музыке везде была отражена цветочная тема. По традиции среди участников выбрали лучшую танцевальную пару, отметили лучшие наряды и, конечно, проголосовали за короля и королеву бала. Подробности узнала Дарья Киреева. В Одинцовской гимназии номер 7 весенние балы устраиваются уже давно, больше 10 лет. Балы мы начали проводить в конце года как итоговое мероприятие. Уже, наверное, с 2012 года. Они были в разное время года. Это могли бы быть осенний бал, это мог быть бал серебряного века, зимний бал. Это вот сейчас у нас был бал цветов, весенний бал. И каждый год учащиеся старших классов знакомим с бальной культурой, с тем, как надо себя вести в обществе, как должен относиться кавалер к девушке, как девушка должна себя вести. Бал – это не просто танцы, это целая культура. Нужно знать этикет, обладать хорошими манерами, держать осанку. Одним словом, все должно быть безукоризненно. Теперь выпускники этой гимназии могут блеснуть своими знаниями не только на ЕГЭ, но и на светских мероприятиях. Дамы 19 века могли бы позавидовать современным барышням, которым не обязательно душить себя корсетами и придерживаться строгого этикета, из-за которых теряется свобода и некая душевность праздника. И все же современные девушки-юноши были бы не прочь оказаться на месте своих сверстников прошлых эпох. Я очень много читаю книг, написанных в 19 веке. Когда читаешь, сразу погружаешься в эту атмосферу, представляешь себя на балах, жившим в новое время, представляешь, как бы твоя семья вела себя в это время, где бы мы были, какие бы платья носили. Мне кажется, это очень интересно. Мне очень нравится эта атмосфера, это очень хороший опыт, который, я думаю, пригодится мне в дальнейшей жизни. Такая романтика, музыка, балы вот эти вот почти ежедневные, очень интересно. В наше время молодежь далека от идеала культуры. С помощью балов, которые проводятся в нашей гимназии, мы можем побольше пообщаться с друг другом. Они воспитывают отношения мужчины и женщины. К весеннему балу юноши и девушки готовятся примерно за месяц. Танцевать полонез и вальс их учит профессиональный хореограф. Своей задачей мы поставили в первую очередь культуру взаимоотношений, дамы и кавалеры. Даже просто умение подойти и красиво подать руку, обратиться, пригласить на танец, это тоже очень важно. И это сразу не бывает, этому нужно научить. И есть старшеклассники, которые к этому отнеслись очень серьезно, ответственно. Ведущие провели краткий экскурс в историю бальной культуры. В Россию традиция устраивать балы пришла из Европы, благодаря Петру Первому, который был известен своей любовью ко всему новому. Императрица Елизавета Петровна особенно любила танцевать, а потому танцевал и весь ее двор. Немалое внимание уделялось балам и в эпоху Екатерины Второй, поощрявшей благоразумные светские развлечения. Говорят, императрица любила повторять, народ, который поет и пляшет, зла не думает. Ученики и учителя седьмой гимназии точно не думают зла, ведь они не только хорошо танцуют, но и восхитительно поют. А этот номер дамы ждали с особым нетерпением. В перерывах между танцами молодежь развлекалась играми «Ручеек» и «Роза» или «Василек». Специальная жюри также определила лучшую танцевальную пару, самые красивые наряды. В завершении праздника были представлены выбранные король и королева. И рядом с Анжеликой король балла – это Мещеряков Севолод. В наше время редко встретишь того, кто умеет хорошо вальсировать или танцевать полонез. Ученики седьмой гимназии – приятные исключения. К тому же, это хорошая подготовка к самому главному их балу – выпускному. Сегодняшний седьмой вечер подошел к концу. О главных событиях новой рабочей недели вы сможете узнать из наших ежедневных выпусков новостей. О итоги предстоящих семи дней мы традиционно подведем в нашей программе в следующее воскресенье. До встречи на канале ОТВ. Редактор субтитров А.Семкин